всем привет в этом видео мы расскажем как мы будем бороться с экологическими нормами в автомобиле которого находится сзади у меня был до этого крузер в одиннадцатом году я покупал новый выкорчевывал из него egr но тогда не было программного обеспечения в одиннадцатом году сложности были там обманывали по-другому все это дело ставили шайбу с дыркой и сажа попадала меньше потом в двенадцатом году появился рестайлинг 1 200 крузера я его приобрел там уже появились программное обеспечение заглушки это потом нарезали на лазере и ставили вот такие заглушки сейчас добавились сажевые фильтры бич нашего времени на этой машине я приехал прямо из москвы в сибирь новокузнецк это примерно четыре тысячи километров где-то так в общей сложности там по друзьям покатался четыре с половиной получилось то есть сейчас заглушить egr это пол беды нужно еще удалить сажевые фильтры когда ехал по стране вот эти вот мегалодоны ездят всякие локомотивы камазы все это чадит вот такие вот сопла у дизельных локомотивов все это вверх летит все это всех устраивает но это целая индустрия в общем заказали пайпы от саратовской компании про выхлоп покажем как это все сделать я думаю что двигатель должен работать свободно и в нем не должно быть ничего кроме свободного выхлопа с небольшим подбором то есть банка глушитель и вкус должен быть свободным и турбины а игр это все-таки рециклинг отработавших газов газа отработали они опять загоняется в глушитель потом когда на крузере вскрыли у меня центральный коллектор там были горы сажи уже на 80 тысяч эту сажу можно было прям лопаткой выгребать мне жалко автомобиль сновья уграблять поэтому я решил прокатился четыре там с половиной там пять тысяч сейчас уже пробег побольше но до 10000 нужно избавиться от всей этой дряни поэтому мы изготовили больше для красоты наверное вот такие таблички такие тойотовские трд вот она уже в готовом виде раскрашенная табличку после всего если у нас шикарно заработает табличку мы прилепим на переднюю панель двигателя получим похожий сертификат алексея соколова я думаю это лучшие прошивки сейчас дизельные двигатели я думаю что все будет хорошо да еще в этих автомобиле не только плохо а еще плохо с тормозами тормоза установим db gold задние x передний xs 4000 вот эти тормоза зарекомендовали себя на первом на втором крузере отлично на 200 отличный тем более эти уже увеличенного диаметра идут на новые крузера и на лексус и они там на несколько миллиметров больше суппорта суппорта у двухсотого хватает суппорт 4 поршневой передний его хватает а вот тормоза сам диск он нагревается начинает плыть то есть ему не хватает просто охлаждение а первое торможение проходит отлично поэтому ставим нормальные диски их не ведет после нагревания охлаждения пробуем делаем всем привет привет вот наш диагност зовут его андрей расскажи что не про софт прошивку сделали на заказ убраны поправлены прошивки топливные карты время отклика турбины время открытия турбины поправлено наполнение цилиндров давление впрыска отключены нормы токсичности то есть отключен клапан игр и клапан рециркуляции отработавший газов дпф саживаю саживаю фильтр тоже отключен вот установили заглушки игр так вот заглушки игр здесь стоял такой патрубок мы я его и на кому дерево себя глушил ну тут lexus тот же крузер вот поставили вырезали на лазере подписали чтобы видно было чтоб красиво было снято так теперь сейчас опустим интеркулер и все и собираем lexus 21 года ребят ну сейчас вот это вот сделаем поменяем трубы саживая фильтры выкинем и вот смотрите пробег 5000 возбуди его чтобы показать пробег сразу вот смотрите пробег пять шестьсот шестьдесят три тут двадцать первый год машина ездит первый месяц и смотрите что что внутри ну сам скрывать мотор не стали потому что наверное смысла нет смотри можешь посвятить вот смотрите шов вроде от лития видно поэтому не так что там ужасно но ничего хорошего уже нет нагар уже есть поэтому глушите ребята игр не мучайте моторы пусть они у вас живут сейчас покажу трубы которые подготовлены вместо вот трубы сделаны как на кондуктор и компании про выхлоп это саратовские ребята прислали это крепление к турбинам ну выполнена достойно нормально сразу резьба поддать загнушки я нарезал сам на лазере но я не ставят нержавеющий я поставил алюминиевый так температурные дачки дачки давления и трубочки не знаю сказали на включать подключим все покажем эти трубы будем устанавливать вместо сажевых фильтров одного диаметра без всяких переходов и вот эти вот такие вот прокладки оригинальные прокладки тойота турбин по моему они выходят и вот эти вот разные пришли не могу понять пока взяли мы сначала вот такие вот обрезки выполнены в металле ну да красиво выпилены но это просто металл стали сделали такие заглушки все-таки там алюминий так ну вот трубы у нас на установку готовы резьбы мы прогнали метчиком и под датчики кислородные и подачки температурные трубочки обработали трубы продули трубы готовы сюда встать так вот номера вот этих четырех прокладок надо 2 на турбины вот эти две прокладки потом одна металлографитовая и одна металла асбестовая вот номера если видно этих оригинальных прокладок так ну смотрите сейчас на машине 7217 это уже коробку поставили в адаптивный режим проехали где-то больше 500 километров все нормально поэтому вот сюда мы прилепим табличку и будем кататься с табличкой пусть у нас будет красота чем-то мы будем отличаться этих экологических автомобилей сажу что у нас не летит то есть автомобиль работает отлично звук у автомобиля остался прежним звук прежний работает так же мягко все отлично сажу сейчас находимся в гараже если бы летела сажа вы бы ее увидели поверьте когда прошивка написано неправильно тем более стечь 1 стечь 2 стечь 3 не стали писать если написано прошивка неправильно то клубы дыма идут вот так эта прошивка написано правильно запахов но практически никаких нет от стоковой прошивки ничем не отличается кроме динамики ну то есть я доволен всем рекомендую со всеми дизельными автомобилями делать точно так же берегите свои машины экологические нормы они просто убивают ваши двигателя ребят смотрите установлены диски показывает как их устанавливать ну смысла нет скидывается колесо там ничего сложного нет ну диск прошел 500 километров с активным торможением с активным торможением борта нет не плывут несколько раз оттормаживались колодки стоковые прям стоковые четырехпоршневой суппорт стоковый и оттормаживался я с двухсот километров прям несколько раз пытался их нагреть они нагреваются ворачиваются в прежнее свое положение и в принципе с колодками ничего не происходит ни с дисками не с колодкой накрываются почти до красна потом не бьют и дальше также тормозят то есть я их прям мучил прям мучил тормозил на трассе отлично классные рекомендую дбл отличные диски диски родные тойотовские после такого нагрева они бы уже дробили то есть я их на крузере поменял не знаю сколько там десяток наверно точно раз нагрел хорошо тем более если на них водичка брызнула то все они сразу кривые отличные диски рекомендую всем дбл серии год рубит ну вот едем на машине динамика намного лучше чем было никаких замеров делать не будем но смысла в этом нет машина заметно едет лучше главное что она не дымит можно прописать стэйч 2 стэйч 3 и там будет небольшое дымление будет она молодить как кувалдой там с места но смысла нет главное что сейчас нету никаких сажевых фильтров никакого игр и мотор не засирается просто работает как положено в принципе и динамика улучшилась намного этого достаточно мерседеса там бмв говорить не буду там были у нас эти машины глинваген и легковые мерседесы про них рассказывать пленки не хватит сейчас ездим вот на таких вот нарисовых машинах то есть ездим на том на чем можно уехать и вернуться поэтому тойота в принципе только поэтому вот так так что с места тоже вот с места набор вот это с места я думаю машина там на секунду полторы поехала лучше это вот с места сразу сразу набор причем я не давлю прям в тапку чтобы там у него колеса проворачивать я просто нажал ну где-то до середины турбояма пропала вот этот зазор педали на педаль отзыв на педаль газа только ты прикасаешься машина сразу едет то есть это очень приятное ощущение то есть машина просто поехала не ехала не ехала и вот все это удалилось и машина поехала это очень важно те кому интересно пожалуйста делайте все ничего страшного с вашими новыми машинами не произойдет буквально сейчас уже пробег 7 7 231 и вот я езжу и далеко езжу за два месяца наездил 7000 ну это потому что за три дня я проехал сразу четыре с половиной ну и сейчас активно езжу для того чтобы снять это видео и попытаться убедить людей что это экологии это просто заработок предприятий которые занимаются этой экологии вы представляете для того чтобы запечь один катализатор это нужно сколько керамики эту керамику нужно обжечь потом наканунести ну ладно там гальваническим способом там платину палладий наносит это ладно это катализатор для того чтобы сделать сажевый фильтр это нужно там вот такой металлический корпус тоже там куча керамики всякой дряни там это все производится не экологичным способом поверьте это все это дрянь все это горит температура сажа там и для того чтобы у дизельные тойоты вот такой пучочек сажи собрать да это бред полный это для того чтобы вы покупали это целый индустрия для того чтобы вы платили больше для того чтобы покупали эти сажевые фильтры прям уже встроенные в машину для того чтобы вот эти производства работали загрязняя там эту я не знаю тех кто хочет допустим заняться экологией если у них есть вот 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 не со снятым игрером вот пытается там утянуться сейчас но навряд ли он тянется те кто пытаются бороться с экологической обстановкой в мире они могут эти деньги прям потратить не на производство вот этих вот там якобы там улучшающих экологическую обстановку в мире а вон есть плавучие острова в океане потратите деньги туда разгребите эти плавучие острова с мусором и все там столько гибнет там всяких зверушек так что ребят выдирайте это все и боритесь с этим боритесь это двигатели ваши двигатели убивают производителей производители а производителем навязывают кто я не знаю кто занимается этим всем какая-то там гильдия супер экологов которые не дают с конвейера сойти нормальному автомобилю которые прям навязывают что у вас должно быть евро пять у вас должно быть евро шесть это бред полный всем пока все отлично у меня все едет прям едет я рад я доволен всем пока